В эти минуты в Сибирском федеральном университете проходит торжественное открытие чемпионата России по боксу среди студентов. Мой коллега Евгений Петренко встретился с одним из организаторов соревнований и поинтересовался, почему именно Красноярск оказался наиболее удобным городом для боксеров. В Красноярск приехало более 160 боксеров. Сегодня в нашем городе стартовал чемпионат России по боксу среди студентов. О турнире «Звездах спорта» и о том, почему для проведения состязаний выбрали именно наш город, поговорим с исполнительным директором Национальной студенческой лиги бокса Дмитрием Бакаевым. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Ну и самый первый, главный вопрос. Почему выбрали именно город Красноярск? Потому что, я так понимаю, каждый раз турнир проходит в разном городе. И почему выбор пал именно на Красноярск? Совершенно верно. Город Красноярск вообще является наследием универсиады. Поэтому мы воспользовались этой возможностью и на базе Сибирского федерального университета проводим чемпионат России по боксу среди студентов. Где прекрасная инфраструктура, два зала по 650 квадратных метров и один огромнейший зал в 5000 квадратных метров. Мы просто не могли не воспользоваться этой возможностью и тем более вашим сибирским горячим гостеприимством. Поэтому мы здесь. Для кого этот турнир? Кто участники? С каких субъектов? Или это наша территория Красноярского края, близлежащие? Кто участники турнира? Я могу с гордостью сказать, что год от года география турнира растет. На данный момент в город Красноярск съехались участники более чем с 38 субъектов Российской Федерации. И это более чем 50 вузов. У него студента-боксер более чем с 50 вузов. Это будущие звезды? Это уже состоявшиеся звезды кто-то. Это уже люди, которые показали себя как на спортивной арене российского спорта, так именно на международной арене. Это ребята-участники, победители и призеров чемпионата мира. Участники чемпионата Европы точно так же, призеры и победители. Мастера спорта международного класса. Несмотря на то, что это студенты, молодые ребята, да, там действительно есть мастера спорта международного класса, кандидаты мастера спорта, которые приехали получить звание мастера спорта, если они выиграют этот турнир. Ну и, соответственно, мастера спорта кто-то будет отстаивать свое чемпионское звание. А выбор участников каким образом происходит? Выбор участников происходит следующим образом. Ребята-боксеры, спортсмены-боксеры, студенты-боксеры, которые обучаются в тех или иных вузах, они отбираются непосредственно сначала внутри вуза для того, чтобы попасть на турнир, на всероссийские соревнования по боксу среди студентов. Таким образом и происходит отбор. Собственно, те, кто отобрались, они находятся и здесь. Лучшие из лучших. Что получат призеры, помимо того, что они выиграют и станут мастерами спорта, какие еще призы ожидают их? Я вас уверяю, Евгений, борьба будет бескомпромиссной по одной простой причине, что многие думают, что чемпионат России по боксу среди студентов. Ну и все, да, казалось бы. Громкое название и не более того. Нет, нет, я вас уверяю. Победители турнира, помимо того, что они получают звание мастера спорта, победители отбираются на взрослый чемпионат России по боксу. Это раз. Второе, естественно, пояса, ну и денежный приз. Ну, сумму не озвучите. Я могу сказать. Сколько денежный приз? Победитель получает более 50 тысяч рублей. Вопрос по тому, как вот сегодня начался турнир, сколько он будет идти, когда финальные бои, когда награждение? Турнир начинается у нас 15 марта в 17.00. Приглашаем всех желающих посетить чемпионат России по боксу среди студентов. Турнир будет проходить на протяжении пяти дней до 20 числа. 20 числа финальные бои и награждения. То есть, ну, по олимпийской системе будет проходить 13 весовых категорий среди мужчин и 11 весовых категорий среди женщин. Что касаемо ограничений. Есть ли какие-то ограничения? Кто может прийти? Что для этого нужно? Ограничений нет никаких. Вход свободный. Наоборот, мы приветствуем любой возрастной контент. Мы особенно будем рады подрастающему поколению, чтобы они посмотрели, брали пример с ребят спортсменов, боксеров. Да неважно, боксеры, не боксеры. Главное, чтобы брали пример со спортсменов. И как можно чаще посещали такие мероприятия. Потому что, действительно, то мероприятие, которое мы будем проводить на базе СФУ, это мероприятие российского масштаба. Приедет генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Анатольевна Екатериенко. Приедет первый заместитель министра спорта России, директор департамента физической культуры и массового спорта, ваш земляк Максим Сергеевич Уразов, министр спорта Красноярского края Денис Витальевич Петровский посетит данное мероприятие. То есть весь спортивный бомонд и администрация края тоже будут присутствовать на данном мероприятии. И мы приглашаем всех посетить этот турнир, поболеть за своих земляков, за своих студентов. У кого-то, я знаю, многие ребята, которые приехали к нам на турнир, родственники проживают здесь. Когда они узнали, что племянник, внук приезжает, слушайте, там ажиотаж достаточно серьезный. А где жители Красноярска и Красноярского края могут посмотреть расписание боев? Расписание боев они могут посмотреть на официальном сайте Сибирского федерального университета, а также на инстаграм-странице Сибирского федерального университета, а также на инстаграм-странице Национальной студенческой лиги бокса НСЛБ. В инстаграм нынче есть определенные вопросы, где еще можно? То есть на официальном сайте? На официальном сайте СВУ и на официальном сайте Национальной студенческой лиги бокса, а также на официальном сайте Федерации бокса России, Министерства спорта Российской Федерации. Знаю, что меняется руководство Федерации боксом в Краснодарском крае. Ваши прогнозы, в какую сторону будет двигаться развитие бокса у нас в крае? Безусловно, это положительная тенденция и она приведет только к лучшему, к увеличению количества занимающихся спортсменов как в детско-юношеском спорте, так и в студенческом спорте в целом. Это живой пример для молодых ребят, для подрастающего поколения, тем более Степа Ди Юн, он сам из профессионального бокса и многие его знают, для многих он является примером, поэтому та стратегия, которую он избирает, а именно направляет всю свою энергию, всю свою силу на развитие детско-юношеского спорта и массового спорта, она в любом случае даст результаты и даст результаты положительные. Спасибо большое. И вам. Я хочу напомнить, что сегодня мы разговаривали с исполнительным директором Национальной студенческой лиги бокса Дмитрием Бакаевым.